Приветствую вас, дорогие мои друзья! У микрофона ХЮНТ это рубрика «Фестиваль гличей» на канале POKI PIKO PROJECT. В сегодняшнем выпуске мы в очередной раз будем использовать Ditto Trick. Однако, на этот раз целью процесса будут не гличмоны, а глич-тренеры. Так сказать, вносим немного разнообразия. Когда мы с вами добывали гличмонов, нам был необходим покемон с определенным спешл. Значение этой характеристики влияло на то, какой покемон или гличмон нам в итоге попадется. Например, если спешл равен 171, то будет аэродактиль. Если 181 — миссингно. Ну а если 192, то в результате мы сталкиваемся с 44HY. В случае, если мы проведем Ditto Trick с покемоном, спешл которого равен 200 или выше, вместо битвы с покемоном или гличмоном инициализируется сражение с тренером. Различных вариантов здесь масса. Спешл 210 — байкер, 212 — инженер, 226 — нет, этого товарища мы пока оставим в секрете, 243 — чемпион Блу и так далее. Но и это еще не все. У каждого тренера существует множество так называемых ростеров — наборов покемонов, которыми тренер сражается. Я не просто так назвал этих тренеров глич-тренерами. Дело в том, что некоторые ростеры отдельных персонажей заполнены мусорными данными, в результате чего зачастую можно увидеть в битве различных гличмонов и покемонов каких-то запредельных уровней. И у нас с вами есть способ влиять на то, какой именно ростер выставит оппонент. Впрочем, обо всем по порядку. Давайте начнем с чего-нибудь попроще. Например, с Лэнса, у которого в команде будет Супер Сквиртл. Для такого поворота событий нам потребуется покемон с характеристикой спешл равный 247. У меня это вот такой вот замечательный Алаказам. Кроме него нам, как обычно, пригодится покемон, который знает полет и предмет Escape Robe тоже не забывайте. Отправляемся к нашему любимому тренеру чуть севернее Сырулина. Спускаемся так, чтобы он нас не видел и чтобы игра запустила битву. И в тот же миг жмем паузу. Бой не успевает начаться, а мы улетаем к какому-нибудь тренеру, с которым мы еще не сражались. Ну, в моем случае, например, это будет какой-нибудь город, ну, например, Вермиллион. Сражение вроде как запустилось, но не началось. Идем к тренеру, с которым мы еще не бились. К северу от Вермиллиона у меня такой один точно остался. У вас это может быть какой угодно вариант. Тренеров в игре много. Опа! Запускается битва. Побеждаем этого товарища и улетаем на остров Синнабар. Итак, остров Синнабар нас ждет. Берем нашего летающего Мью и летим. Здесь нам необходимо топать в особняк и искать Дита. Особняк у нас находится в левом верхнем углу острова. Вот он, особняк покемонов. Заходим в него и ищем Дита. Пожалуй, поиски я оставлю за кадром. Итак, Дита перед нами. И сейчас он трансформируется в нашего покемона. Как я уже говорил ранее, значение спешл определяет, с каким тренером мы впоследствии столкнемся. Теперь же пришло время узнать, как влиять на то, какие покемоны будут у этого тренера. При Дита Трике это определяет такой параметр, как модификатор атаки. По умолчанию он равен 7 и, соответственно, игра выдает тренеру ростер номер 7. Однако, используя против Дита прием Граул, можно снижать этот модификатор вплоть до единицы, таким образом подбирая наиболее интересный состав будущему противнику. Кроме того, модификатор атаки можно и увеличивать. Это тоже даст результаты, однако провернуть подобный трюк немного сложнее. Кстати, пусть это будет для вас домашним заданием. Пишите в комментариях свои идеи, как увеличить модификатор атаки Дикому Дита, который трансформировался в нашего покемона. В нашем случае нам необходимо значение модификатора, равное как раз 7. Поэтому Граул мы использовать не будем. Просто побеждаем этого Дита, например, с использованием Мью. И используем веревку из нашего инвентаря. Я думаю, управимся мы быстро. Для этого нам хватит одной волны. Раз. И готово. А лакозам не выдерживает натиска. Победа одержана, значит открываем наш рюкзачок. Ищем веревочку. И используем ее. Выходим за пределы локации. К нашему любимому мосту. И игра сама ставит себя на паузу. Снимаем паузу. И сражение начинается. Ланс со своим суперсквиртлом бросает нам вызов. Вы можете спросить, а почему собственно суперсквиртл? А ответ на ваших экранах, дорогие друзья, он 205 уровня. 205 уровень это довольно серьезно. Но и мы не лыком шиты. Так что думаю, управимся потихонечку. Попробуем пробить сайкиком. Сносим крайне мало и в ответ получаем сильную водную атаку, которая возможно нашего лакозама сейчас задерет одним попаданием. Так оно и происходит. Представляете, какой 205 уровень? Что одним ударом нам говорят до свидания. Жуть! Ну что ж, попробуем использовать кат. Сколько он снимет? Ой, как мало. Он еще и защиту себе повышает. Ужас какой-то. Как с ним вообще сражаться? Укусил и съел. Ю продолжает резать. Сквиртл продолжает кусать. Кто кого пересидит, называется. Он наносит значительно больше урона. При этом сам получает крайне мало. Ужас. Мы еще и промахиваемся. Скалбэш и Мью, скорее всего, вырубается. Хотя нет, еще пока держится. Из последних сил. Критические удары это вся наша надежда. Потому что иначе мы будем бить его довольно долго. Что он там подготовил? Еще один скалбэш. Да, на этот раз он точен и смертелен. Мью падает. Ну, у нас есть чем ответить. Так что бояться нам особо нечего. Вон, пожалуйста, Тороса выпустим. И я думаю, одним хорошим землетрясением вопрос решит. Хотя это не точно. Ну, вот. Я-то думал, раз и готово. Ну, давайте тогда гиперлуч. Промазали. Ничего себе. Вот дела. Ну, на этот раз попали. Все. Сквиртл, до свидания. Торос побеждает. Мы побеждаем Ланса в итоге. И вот самое, ребята, интересное. 9999 покер-рублей. Вот такая вот огромная сумма. Разом нам достается. Суперсквиртл. Это, конечно, здорово. Но как-то скучновато. Давайте расширять горизонты. Например, возьмем покемона со спешл равным 200. Пусть это будет вот такой вот Торос, которого мы использовали в прошлом бою. Повторяем процедуру, которую мы проводили немного раньше. И снова ищем Дита. На этот раз давайте опустим ему модификатор атаки на одну единицу. Как я уже говорил, для этого можно использовать прием Граул. Выпускаем бычка. Выходи, Торос. Дита трансформируется. А мы же делаем замену. Выпускаем нашего Фиру. Я его для этого и взял. Эрфквейк не срабатывает. А мы используем Граул. Ух ты. Надо выдержать. Выдержали. Все хорошо. Фиру использует Граул. И теперь, когда все необходимые переменные заданы, просто вырубаем беднягу Дита. Тем же самым Мью, например. И пользуемся веревкой. Это будет недолго. Даже Гиперлуч здесь никак не поможет этому Торосу, который на самом деле Дита. Волна. И победа для нашего Мью. Используем веревочку. Вот она. И снова выходим к мосту. На мосту нас с вами, ребята, будет ожидать не абы кто. Нас будет ожидать тот, ради кого, по сути, вы эту рубрику и смотрите. Это будет тренер глючного происхождения. Нет никаких гарантий, что этот бой нам удастся завершить. Но будем надеяться на лучшее. Снимаем паузу. Сразу начинает тревожная музыка такая. Вот он. Хочет сразиться. Выставляет тренер Поки. И он его выставил. Горящий сразу. Ну давайте его потушим волной. Нет, дорогие мои друзья, мы его не потушим. На попытке использовать серф игра благополучно зависла намертво. Спешл 246 позволит нам встретиться с Агатой. Ее седьмой ростер это нечто убойное. Давайте я возьму своего Мольтраса с необходимым спешелом и всю процедуру проведу за кадром. Дабы не повторяться. Я думаю, вы уже запомнили, что необходимо делать дальше. К такой Агате лучше подготовиться как следует. В ее команде 6 покемонов 205 уровня, так что шутки с ней однозначно плохи. Делаем последний шаг и начинаем сражение. Бой будет довольно длинный и ожесточенный. Поэтому давайте я покажу вам его в ускоренном темпе. А вот здесь стоит немного замедлиться. Агата выпускает своего последнего покемона, Джокера. Главную надежду на спасение. Вот такого вот гличмона, обладающего довольно необычными и интересными атаками. Впрочем, на самом деле, несмотря на внушительную разницу в уровнях, именно этого покемона нам будет победить проще всего. Его гличмовы весьма неточные, да еще и урона наносят не то чтобы очень много. Добиваем и празднуем победу. Ну и напоследок самое интересное. Пришло время раскрыть имя персонажа, который скрывается за значением спешл в 226. Впрочем, думаю, название этого видеоролика уже давным-давно убило всю интригу. Да, все верно. 226 – это профессор Оук. Разработчики присвоили профессору три довольно сильных команды. По всей видимости, планировалось сделать профессора одним из наших финальных противников. Но в какой-то момент разработчики отказались от этой задумки. Вы можете резонно спросить, зачем целых три команды? Все просто. Ростеры профессора остались в коде еще со времен разработки покемон Ред, Блу и Грин. И там игра выбирала для Оука команду, исходя из того, какого покемона игрок взял стартовым. Мы же присвоим профессору нужную команду путем оказывания воздействия на модификатор атаки. Все просто. Шесть Граулов в команде будет Бластойс. Пять – Венозавр. Четыре – Черезард. Я беру своего Снорлакса со спешл равным 226 и иду готовить Дита-трик. Когда все будет организовано, я вернусь сюда и мы посмотрим, что у нас получится. Все готово. Делаем финальный шажок и сражаемся с человеком, который выдал нам Пикачушку и отправил в путешествие. Снимаем паузу. Самое интересное, самое жесткое и самое мясное. Хотя на самом деле это неправда. Команда у него не так сильна, потому что она у него реалистично и сбалансирована. В отличие от той же Агату, у которой были там какие-то бешеные запредельные уровни, здесь все вполне адекватно. Шестьдесят шестой уровень Тороса, которого мы пытаемся смыть волной. И делаем это с первой попытки. След выходит Экзегутор. Ну давайте для разнообразия тоже сделаем замену. Выпустим Мольтроса. Ой, как мне нравится звук Экзегутора. Прелесть какая-то. Используем, ну например, какой-нибудь Пек простенький. Все-таки тоже суперэффективно. Бараж. Критический. Ну неплохо, так думаю, нанесет. Нашему Мольтросу. Но в ответ получает еще один клевок. И Экзегутору мы тоже говорим прощай. Следующим выходит Арканайн. Сделаем ли мы замену? Да, пожалуй, что выпустим Тороса. Интересная, действительно крепкая команда. Сбалансированная. Землетрясение. И Арканайн долой. Конечно, не для таких покемонов, как у меня в составе. Но в целом для человека, который только прошел игру, мне кажется, идеальным был бы такой оппонент. Венузавр. Хотя нет, знаете, не буду я заменяться. И на этого стартовика я использую Близзард. Теперь-то мы точно знаем, куда девается третий стартовик. Первого берем мы. Второго берет наш конкурент, Райвал. А третий остается профессор. И он его вот так вот грамотно и качественно раскачивает. Ярада, самая главная его сила, пожалуй, главная ударная сила профессора Оука, самый высокий уровень у этого покемона. Но в нашем случае он тоже никакой особой угрозы нам не несет. Мы побеждаем. И получаем 6930. Не 9,999. Здесь даже сумма денег, которая выдается, она тоже адекватная. Я показал вам лишь верхушку айсберга, дорогие друзья. Множество тренеров с самыми невероятными покемонами не попали в этот ролик, да и не могли попасть, иначе бы наш фестиваль длился целую вечность. Поэтому пробуйте сами, экспериментируйте и обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Впереди у нас еще очень много интересного. Хорошего вам настроения, положительных эмоций и самых интересных гличей. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!